Давайте начнем с судьбы, с гибели Шишова. Это новость буквально последних дней. Что на ваш взгляд произошло? Какие у вас версии? Ну, вы знаете, надо послушать версию украинских правоохранителей. Они выдвигают две версии, либо самоубийство, либо убийство. Конечно, все, кто знал его, начисто отрицают версию самоубийства. Поэтому, на мой взгляд, вероятнее всего, что это убийство. С учетом того, что Шишов был активным общественным деятелем, и можно сказать, даже и политическим, поскольку он организовывал какие-то политические акции в Украине, в Киеве, протестовавшие против действий белорусских властей. Поэтому здесь вполне можно искать политическую подоплеку этой драмы, этой трагедии. Если эта версия подтвердится, можно говорить о том, что белорусские власти начали проводить операции за пределами страны и за пределами России. Ну, если мы говорим о том, когда высылали, депортировали и так далее. Это новый какой-то уровень? Ну, вы знаете, сейчас я вот смотрю социальные сети, там вообще самые разные версии, самые экзотические. Например, то, что это сделала российская ФСБ, чтобы поссорить белорусь с Украиной. Вот, поэтому я думаю, что надо бы сначала дождаться конца расследования и выбора исследователей. Потому что, ну, можно строить, конечно, самые разные версии. Вот. То, что белорусские службы работают за пределами Белоруссии, работают по белорусской диаспоре, это известно, это очевидно. В президентской газете «Беларусь сегодня» опубликована целая серия статей «Белорусская диаспора» с названием организации, с названием фамилии, с названием их с точностью конфонансирования. Это мало похоже на журналистское расследование, похоже на какие-то справочные документы КГБ. Поэтому, ну, и история с Романом Анатасевичем, с посадкой этого самолета «Райай» компании, говорит о том, что белорусские власти работают за пределами Белоруссии. Вот. Ну, вот это можно утверждать совершенно твердо. Что касается программ с Шишовым, ну, тут можно строить КГБ, достаточно голосовую. Наши зрители не из Белоруссии просят вас в нескольких словах рассказать о Шишове. Насколько он значительная фигура в белорусской политике? Вот что вообще о нем можно сказать? Ну, какая значительная фигура в белорусской диаспоре Украины? Он, молодой человек, 26 лет, приехал в Украину, спасаясь от преследований. Здесь уже было несколько общественных организаций зарегистрировано, не зарегистрировано, белорусских. Вот он, в отличие от себя, называемых областных организаций в белорусских дом в Украине. И эта организация была зарегистрирована, но она не ела офиса. Скорее, это была такая общественная молодежьевская организация, которая занималась с помощью белоруссов, которые приехали в Украину, спасаясь от политических прессий. Это одна из родительниц, вторая из родительниц, это организация каких-то политических акций. Например, пикетировали там белорусского посольства с блокадами в процессе, например, в Украине и так далее. В этом на уровне украинской, в белорусской стране, в Украине, да, эта фигура значила на уровне, скажем, вообще белорусской политики, на уровне, скажем, всех всех оппонентов белорусских властей, внутри кризисы на Белоруссии. Ну, так сказать, пожалуйста, нельзя. Вопрос вот Сергея, он спрашивает у вас, вот в связи с последними событиями, могут ли ЕС и США еще как-то повлиять на Лукашенко? Ну, наверное, ну, вот вопрос политической воли. Проблема в том, что, я уже говорил не раз, что белорусский внутриполитический кризис превращается уже в кризис региональной, в кризис международной. И, в связи с этим, что же надо делать? Все последние факты говорят о том, что кризис выплескивается за пределы Белоруссии. Это и вот кризис с мигрантами на белорусско-литовской границе, это и угроза Лукашенко разместить на территории Белоруссии российские войска, это и скандал с белорусской спортсменкой в Токио, это и вот скандал с дедрама в Киеве, с Шошиным, о чем мы только что говорили, это и угроза Лукашенко перекрыть транзит через Белоруссию, тех стран, которые проводят недрежалюбную политику, дружественную политику по отношению к Белоруссии, к официальному Минску. Ну, все это говорит о том, что страна, которая долгое время была, презентовала себя как донор европейской безопасности, сейчас превратилась в такой очаг дестабилизации в регионе. И, собственно говоря, международное сообщество должно было бы как-то этим обеспокоиться. Поэтому и у Запада, у Европейского Союза, США, наверное, есть мотивация, чтобы как-то попытаться эту проблему решить. Это и механизмы воздействия на официальный Минск, и механизмы возможных воздействий на союзников Белоруссии, которые поддерживают Белоруссию. И санкционный режим пока не запущен на полную мощность. Поэтому, в принципе, возможности есть. Вопрос политической воли. Вспомним, как США жестко преследовала, жестко давила, жестко блокировала Иран при Обаме, когда была попытка заставить Иран пойти на ядерную сделку. Это был очень жесткий прессинг. Пока в этом смысле Белоруссия далеко, далеко до Ирана, потому что Запад, наверное, не ощущает, что это есть серьезная проблема. Вопрос от Дмитрия. Он спрашивает Валерий Иванович, чувствуете ли вы себя в Украине в безопасности? Считаете ли Украину страной безопасной для белорусских политических беженцев? Не планируете ли покидать эту страну? Сразу несколько вопросов от зрителя. Ну, до сих пор я бы сказал, что чувствую себя в безопасности, но после вот этого инцидента последнего, ну, как-то я задумался, но покидать Украину я не собираюсь по целому ряду причин. Редактор субтитров А.Семкин